Battlestate Games определенно не является ААА-студией, но тем не менее достаточно уверенно и амбициозно, чтобы разрабатывать такую игру, как Escape from Tarkov. Спору нет, создавать такой проект сложно, особенно с ограниченным штатом сотрудников. Но мы, игроки, не видим всей этой внутренней кухни и практически не знаем, как идёт ход разработки отдельных элементов игры. Однако нам доводится лицезреть десятки крайне необходимых вещей, реализованных в других проектах, но никак не появляющихся в EFT. Опустим всякие дополнительные удобства, которые мы видели в тизерах периода Альфы и ранней Беты, такие как взбирание по вертикальным лестницам, возможность взять в руку фонарь или давно обещанное лечение союзников. Речь пойдёт, пожалуй, о самых необходимых вещах. Спасибо за поддержку донатерам и спонсорам канала, а также уютному паблику с новостями и мемами Tarkov Game. Приятного просмотра! Обучение Каждый новичок Escape from Tarkov набивает не одну шишку, вникая в основы игры, пытаясь разобраться в управлении, условностях и механиках Таркова и желая хотя бы немного уловить общую суть происходящего. Дело не только в невероятном количестве фишек, но и в том, что большая их часть не очевидна и приходится самостоятельно изучать мат-часть методом тыка или на сторонних ресурсах вне самой игры. Конечно, о первой оффлайн-локации для обучения мы знаем уже давно. Она-то и должна вводить новичков в курс дела, объясняя, как управлять персонажами, что происходит в мире игры. Сейчас же обучение игрока сводится к нескольким текстовым табличкам, уровня «нажми сюда, чтобы экипироваться», а всё остальное игрок должен изучать сам. Стоит сказать, что такое спартанское обучение распространяется и на локации, где порой даже бывалый игрок может забыть, где находится проход в скалах. Новичок же, не зная и не видя никаких обозначений, или не понимая, что такое зелёный дым, рискует теряться и снова обращаться к сторонним ресурсам. То же касается патронов, тюнинга оружия, распознавания отличительных черт фракций, работы кармы и так далее. Рациональным предложением на будущее было бы не только скорейшее введение стартового уровня, но и появление особого квеста, который автоматически выдавался бы при подготовке новичка к своему первому рейду на каждую из локаций. Так торговец вкратце объяснял бы суть происходящего и давал бы мини-задание — выбраться живым, при этом описывая приблизительные ориентиры. Например, вот так. Такого рода задания помогло бы новичку более естественно понять общую суть рейдов и одновременно познакомиться с системой квестов и торговли. Кроме того, серьёзных изменений должна претерпеть внутриигровая энциклопедия. Её суть сейчас заключается в хранении описаний всех изученных предметов, что более чем бесполезно. Взамен справочник должен давать общее пояснение механик тюнинга оружия, лечение, снаряжение, прокачки навыков, обустройство убежища и так далее. Оптимизация Об оптимизации побега из Таркова не говорил только ленивый. Игра очень требовательна к железу компьютера, и рассчитывать, что Тарков будет прекрасно работать исходя из системных требований с сайта точно не приходится. По нынешний день сайт гласит, что Таркову нужен всего-то двухъядерный процессор, Intel Core 2 Duo и абстрактная видеокарта с одним гигабайтом памяти. На деле же Escape from Tarkov куда более требователен, и поэтому для комфортной игры вам понадобится поистине мощный ПК. И у ребят из HyperPC есть отличное решение. Новая модель HyperPC Dynamic в невероятно стильном корпусе оснащена как раз тем, что нужно. Конечно же это процессор Intel последнего поколения и видеокарта GeForce RTX 30 серии. А кастомная система водяного охлаждения обеспечит контроль температуры и стабильную работу без троттлинга. Никаких перегревов. Почему HyperPC? Все очень просто. Эта компания занимается созданием ПК-монстров уже на протяжении 10 лет и является официальным партнером многих киберспортивных турниров, среди которых находится и российский эпицентр. К ним обращаются десятки геймеров и популярных блогеров, так что в качестве их ПК сомневаться точно не приходится. А на любые ваши вопросы готова с радостью дать ответ их поддержка, которая работает 24 часа и 7 дней в неделю. Ссылку на HyperPC ты найдешь в описании. Доверь свой ПК профессионалам. Кстати, HyperPC проводит масштабный конкурс на апгрейд ПК в их собственном апгрейд-центре и компьютерную периферию в своей группе ВКонтакте. Для победы нужно просто быть активным в паблике HyperPC. Лайки и комментарии будут повышать вас в рейтинге, а баллы можно потратить на покупки в их магазине. Каковы же призы? Первое место – 50 тысяч рублей на модернизацию ПК в апгрейд-центре HyperPC. Второе место – игровая мышь и коврик HyperPC. Третье, пятое места – набор фирменного мерча HyperPC. Все, что вам нужно, это быть подписчиком HyperPC ВКонтакте и проявлять активность, ведь за свои действия вы будете получать баллы. Акция длится с 22 июля по 22 сентября 2021 года. Время еще есть. Подробнее о конкурсе узнавайте в закрепленной записи в группе ВКонтакте HyperPC. Ставь колокольчик и выигрывай. Ссылку на сообщество и сайт HyperPC ты найдешь в описании под видео. Итак, основная проблема оптимизации Таркова скорее в неоправданных ожиданиях после проверки официальных требований. А уж если ваш ПК в разы их превосходит, то с особыми проблемами вы скорее всего не столкнетесь. Но что касается главного меню, оптимизация в нем на удивление плохая. Ваш схрон, барахолка или меню торговцев переполнены множеством предметов – оружие, патроны, снаряжение, бартерный хлам. Убежище так вообще является отдельной локацией, хоть и миниатюрной. И переключение между этими меню сопровождается ужасным падением частоты кадров, а порой полным зависанием системы на несколько минут. Хотя опять-таки, в рейде объектов куда больше, но проблем с производительностью напротив меньше, и вероятно, проблема оптимизации главного меню кроется в настройке подгрузки иконок предметов из кэша игры. Не менее печальная ситуация и с работой серверов. Хоть разработчики и занимаются постоянным исправлением проблем с сетью, игроки то и дело сталкиваются с рассинхронами, потерей соединения и резкими скачками пинга. Смерти за углом, вылеты прямо во время выхода и зависания магазинов в разгрузке являются очень частыми проблемами синхронизации. Звук Распространение звука в Escape from Tarkov является, пожалуй, важнейшей проблемой игры на данный момент. В пример можно привести звук в общежитиях на таможне, когда вы можете услышать шуршание топориста в соседнем корпусе, но не заметить, как к вам на этаж поднимается целая делегация. Поднимая вопрос реалистичности распространения звука, можно затронуть и реверберации, ведь это правда важный параметр, сильно влияющий на естественность звука в разных условиях. В просторном помещении, на улице или в коридорах подземных убежищ. Кстати, в последних они на удивление работают, как и при опускании забрала шлема, эффект накладывается на голос персонажа, и звучит это вполне правдоподобно. А значит, разработчики уделяют своё внимание и этому аспекту реалистичности, хотя до полной симуляции распространения звука нам очевидно далеко. Большие надежды игроки возлагали на отдельный звуковой движок Steam Audio, но, увы, его внедрение совсем не помогло. И хоть разработчики знают о проблемах звука, ведь сейчас это одна из глобальных проблем EFT, исправить её пока не получается. Искусственный интеллект Весомую долю сражений в EFT занимают перестрелки с ботами. На текущий момент большинство из них дикие. Группировки бандитов и мародёров по всему Таркову, состоящие как из элементов криминального мира, так и из тех, кто просто борется за свою жизнь. Звучит серьёзно, правда? Но в EFT все дикие едины, а различия группировок и их вражда в игре никак не представлены. Боты всегда находятся в нескольких ключевых местах на локации и не представляют серьёзной угрозы. Ни патрулей, ни засад они не устраивают. Даже в сериале Raid их показывали не в лучшем свете. Вспомним и давно обещанное перемещение диких и боссов со свитой между позициями, а также новые фракции. Миротворцы, ВСРФ, боты ЧВК и, возможно, даже Black Division. Справедливости ради, заметим, что две новые фракции в игре уже есть. Это рейдеры и сектанты, которые игрой почему-то всё ещё считаются дикими. Будет забавно, если миротворцы или бойцов ВСРФ тоже по ошибке сделают дикими. Кстати, как сказали разработчики, ИИ сектантов работает на нейросети, которая со временем должна автоматически прокачиваться и вести себя более интересно. Жаль, сектанты — это довольно редкое явление. Поэтому хотелось бы увидеть интеграцию нейросети в ИИ других фракций тоже. Читеры Не секрет, что читеры — большая проблема любой игры, но в Таркове она принимает совсем иные масштабы. Смерть в EFT равна потере всего вашего снаряжения и найденного в рейде лута. Конечно, ощущается такой удар намного больнее, нежели в классических шутерах. Для борьбы с нечестными игроками в Таркове задействовано сразу два античита — Battle Eye и собственный. Исправляются со своей задачей они из рук вон плохо. Бесспорно, аккаунты большинства читеров рано или поздно блокируются. Но это не сильно-то обнадёживает. Читер успеет насолить десяткам игроков в десятках рейдов. Даже факт того, что античит пропускает нарушителя в игру, является крайне тревожным звоночком. Сомнительные решения Сегодня побег из Таркова наполнен множеством идей, часть из которых можно назвать довольно спорными. К примеру, изучение предметов из вайпа в вайп доставляет лишь неудобства и уже давно стало рутиной. Решение вполне уместно однажды, когда вы сами впервые запустили игру и вместе с персонажем разбираетесь, что здесь вообще есть. Так ваше внимание акцентируется на каждом новом предмете, и запомнить большинство из них действительно легче, но когда вы играете не первый год, возникают мысли, что вы сами знаете больше, чем персонаж, якобы бывалый военный. Вспомним и злосчастную систему найденных в рейде вещей, которая борется не только с читерами, но и сразу со всеми игроками, не позволяя продавать на барахолке вещи, буквально добытые в рейде. К тому же это разрушает и логику квестов, они стали выглядеть несуразно. Когда егерь просит найти ему еды, он нарочно обрекает себя на бессрочную голодовку, ведь когда ты предлагаешь ему сухпайок, купленный у другого торговца, он отказывается, ведь ты не вынес его с локации. Что забавнее, если в рейде отобрать у другого игрока такой же сухпайок, но без пресловутой галочки предмет все равно не считается найденным в рейде и по квесту не подходит. И как тогда верить в персонажей? Система борется с одним абузом, но побуждает к другому. Из-за нее игроки все чаще выбирают забеги по злачным местам в дешевой экипировке и игре в прятке в кустах, лишь бы не получить пробежку и выполнить очередную прихоть торговцам. С квестами в Таркове вообще какая-то беда. Например, задание на убийство игроков определенной фракции. Особенно Юсеков, будучи самому Юсеком. Или за диких на определенной локации и из определенного оружия. Даже не калибра, а именно оружие. Таким образом, спрашивается, прапор догадается, что вы убивали диких именно из АКМ, а не из АК-103 или МК-47 для задания «Каратель». Или как лыжник поймет, что именно ты одет в шапку-ушанку и таскаешь МП-133, а не какой-нибудь Босниан-дестроер, который по воле случая одет также? Конечно, если углубляться в такие подробности, можно довести все до абсурда, однако это тоже влияет на иммерсивность Таркова. Псевдореализм Реалистичность, а вернее псевдореализм, Таркова вообще является больной темой для многих игроков, и вызван он множеством неоправданных условностей. Основная концепция проекта эскепа Тарков – максимальный реализм. Наверняка многие из вас помнят, что когда-то в Таркове тестировалась система заброневого урона, и тогда абсолютно любое оружие могло представлять угрозу даже серьезно экипированным игрокам. Последующее занижение этого параметра практически до полного его отсутствия и повышение очков здоровья груди привело к вымиранию не просто отдельных образцов оружия, а сразу целых классов. Пистолеты, пистолеты-пулеметы и дробовики имеют смысл только в первые 2-3 недели после вайпа, так как потом в игру вступают типы брони 4-го класса и выше, которые из стандартного патрона ПСТ ГЖ не расковырять. На фоне этого многие игроки игнорируют нововводимое оружие вроде UMP-45 ввиду его малой эффективности и просят ввести, по их мнению, более практичное и мощное оружие, к примеру, AEG-971, SCAR-H, SR-3M, G36 и прочие. В чем-то, конечно, они правы, вышеуказанные образцы действительно очень ожидаемы, но проблема оружия в EFT совсем не в том, что оно бесполезно само по себе, а в патронах, которые это оружие использует и взаимодействие их с броней. Попадая в бронепластину, пуля не оказывает сильного воздействия, броня попросту поглощает почти весь ее урон, из чего и вытекает вся неэффективность. Ровно также считались бы бесполезными и автоматы Калашникова, будь им доступны только патроны SP или FMJ. Что уж говорить, даже за стандартные ПС киберкотлеты заставят вас пояснить. В целом, переработка заброневого урона с учетом материала и площади бронепластины конкретно бы изменила ход перестрелок и жизнь персонажа стала бы цениться куда больше. К тому же, на малую эффективность некоторых образцов оружия в Таркове сказывается мета — наиболее универсальные и контролируемые сборки самых популярных образцов оружия. АК-74, М4А1, ХК-416, М1А и свежий МК-47 «Мутант». Настолько эффективное гашение специально завышенной разработчиками отдачи в этих сборках лишает Тарков иммерсивности и реалистичности. Даже балансировка длинных и тяжелых виолончелей, якобы снижающейся мобильностью, является полумерой. Ведь в жертву приносится только скорость прицеливания, но вскидывание оружия после бега или прыжка у всего оружия одинаково быстрое. Не забываем и об ограниченности пула предметов, которые нам обещают уже несколько лет, но все никак не дадут протестировать. Планировалось, что в игре будет строго определенное количество оружия, снаряжения, обвесов и других предметов, что не позволит поствайповой инфляции расти с такой высокой скоростью. Сейчас дух безнадежности бесследно теряется, а заявленная разработчиками широкая кастомизация делится на ноль ввиду чрезмерной эффективности только определенных сборок и неюзабельности большинства образцов оружия. Медицина Также на реалистичность геймплея влияет и система лечения. Большая часть травм может быть проигнорирована и заглушена обезболивающим. Важно понимать, это игровая условность. Но в каждой условности должна быть доля правды. Падение с третьего этажа санатория и последующий рывок под действием ибупрофена по нашему мнению катастрофически портят картину иммерсивности и реалистичности ЕФТ. К тому же сложные хирургические операции по удалению пули с тела выглядят достаточно спорно, ведь наш боец уж точно не Леонид Рогозов, подвиг которого является не правилом, а синергией высокого самоконтроля, мастерства и удачи. После оперирования собственного тела персонажу точно нужны спокойствие и отдых, но никак не марш-бросок куда-то к выходу. Простые попадания без кровотечения также игнорируются. Конечно, можно уколоться промедолами за И2 и восстановить запас здоровья, но факт того, что в тебе есть теоретическая кровоточащая царапина, игнорировать нельзя. Промедолом это точно не лечится. Другим камнем в огород БСГ является введение в игру сомнительных стимуляторов. Некоторые из экспериментальных фломастеров дают персонажу уж слишком безумные бафы вроде увеличения переносимого веса, залечивания ранений на ходу или уменьшения входящего урона, но не показывают справедливые побочки от использования препаратов. К примеру, стимулятор SJ9 понижает температуру тела на 7 градусов. Однако последствием его применения являются лишь понижение метаболизма и болевой эффект, которые легко перекрываются едой, медикаментами или другими стимуляторами. Когда в реальности последствия гипотермии совершенно безумны. От нарушения моторики конечностей, обмена веществ, химических реакций в мозгу и нарушения сознания, вплоть до полной остановки сердца. Стимулятор должен ставить перед игроком выбор, либо игнорировать боли травмы в краткий промежуток времени, что даст шанс выбраться из передряги, но затем долго и мучительно восстанавливаться, либо справляться своими силами. К тому же вспомним давным-давно обещанную резистентность, с каждым разом снижающую эффективность медикаментов. Важно затронуть и проблему анимации лечения в ЕФТ, а именно невозможность их быстрой отмены. Приступив к восстановлению здоровья, в случае внезапной опасности персонаж станет методично складывать медицинские принадлежности обратно в аптечку, вместо того, чтобы бросить их на пол и схватиться за оружие. Система уровней персонажа Прогрессия игрока в Escape from Tarkov ключевым образом зависит от уровня персонажа. Доступ к барахолке и более интересным предложениям от торговцев, квестам и новой одежде у барахольщика появляются с достижением определенных высот. На первых этапах после вайпа усложнение доступа к барахолке и прокачке в целом кажется поистине здравым решением. Многие из нас хотят видеть Tarkov именно таким. Суровым, заставляющим страдать от дефицита и дорожить снаряжением, ведь другое такое вы не достанете. Ни торговцы, ни барахолка вам пока недоступны. Приходится экономить на всем, опасаться каждого шороха и куда сильнее страдать от потери любимых вещей. Но что происходит позже, спустя неделю, две или месяц после вайпа? Все больше игроков достигает высоких уровней. У них открывается барахолка и торговцы, прокачивается убежище и появляются деньги для серьезной экипировки. Стоит ли говорить, насколько же увеличивается пропасть между такими игроками и теми, кто пришел в игру позже, либо уделяет ей всего пару-тройку часов? Поначалу кажется, что все правильно. Кто много играет, тот всего и добивается. Но стоит взглянуть на ситуацию с другого угла, как мнение тут же изменяется. Речь идет о логичности присутствия в одной сессии и новичков, и ветеранов. Мы уже не раз затрагивали эту тему, ведь с точки зрения сюжетной хронологии это очень неправильно и больше смахивает на сражение средневековых рыцарей с армией киборгов Третьей мировой. Такая задумка может быть интересной в рамках недавно показанного режима Portal из Battlefield 2042, который изначально разрабатывается как нечто удивительное и безумное. Да и как это будет играться, пока еще большой вопрос. Но разве Тарков это Battlefield? Возможно, появление сюжетных квестов что-то и изменит в более логичную сторону, но на текущий момент рассчитывать на это нет никаких оснований. Сам руководитель студии не раз говорил, что разделения игроков по уровню или другим параметрам не будет. Да и как тогда реализовать игру в Отряде, где у всех разный уровень? Очень грамотное решение из Division 2, где уровни всех членов Отряда усредняются относительно лидера, в Таркове не применить. Да и это ничего не даст. Уровень важен не в сессии, а как раз таки вне ее, когда вы собираете персонажа в рейд. Покупайте оружие и экипировку. В прошлом уровни повышались быстрее, барахолка была доступна раньше, и таким образом игроки пребывали в более-менее равных условиях. А главным фактором победы в сражении являлись навыки стрельбы, знания тактики и игровых механик. Конечно, свою роль здесь играла и прокачка умений персонажа, но сейчас ориентированность баланса EFT еще сильнее смещается со скилла в сторону гринда и рутины, а термин «хардкор» все чаще заменяют словом «духота». Зацикленность геймплея В списке неприятных, хотя и оправданных решений стоит обнуление прогресса всех игроков. С одной стороны, вайпы разгружают базу данных и позволяют вести множество новых механик без риска что-либо сломать, тем самым вызвав шквал гнева от так называемых преданных фанатов. Однако это ведет к циклам, когда раз в три месяца, полгода, игрокам приходится заново проходить уже надоевшие квесты по поиску 2x аптечка, 1x консерва. Игроки гуляют по давно протоптанной дорожке, кто-то во второй третий раз, а кто-то без малого пять лет. Конечно, разнообразию помогают ивенты, но не настолько, чтобы от этого Тарков сразу становился реиграбельной песочницей. К сожалению, игра будет водить нас по этим кругам ада аж до релиза, когда произойдет последний вайп. Впрочем, тогда нас будут ждать совсем другие трудности, особенно если геймплейная основа Таркова останется неизменной. В таком случае порог вхождения в основной режим будет расти с каждым днем, а обещанный сезонный профиль вряд ли заинтересует простых исследователей, так как те обнюхают каждый угол Таркова еще в первом сезоне. А среднестатистические хомяки вряд ли одобрят постоянное расставание со старательно наполненным схроном. Сломанные механики В Escape from Tarkov имеется целый ряд функциональных механик с чересчур узкой специализацией ввиду довольно неполноценной реализации. Например, выкаты лежа и стрельба через укрытие и из-за угла. Так, прицеливание лежа на правом боку сломалось спустя месяц после его добавления и исправлять ошибку разработчики не особенно торопятся. Сейчас механику выкатывания используют по большей части, чтобы притвориться мертвым, и иногда это даже срабатывает. А стрельбу по-сомалийски? Итого хуже используют три с половиной игрока, ведь это очень неудобно. Что уж говорить, некоторые и вовсе не знают о существовании такой возможности в игре. Не оставим без внимания и дымовые гранаты, которым не нашлось применение ввиду недостаточного качества их реализации. В отличие от реальности, RDG-2B в Таркове испускает дым чрезвычайно медленно, а его облако является небольшим шаром, не реагирующим ни на ветер, ни на стены помещений. Горение не издает громкого шипящего шума, а длительное нахождение в дыму не вызывает удушья, кашля, слезливости глаз и дезориентации. Только представьте, каким действенным средством выкуривания засад могли бы стать дымовые гранаты, будь вышеуказанные пункты реализованы. Но, увы. Третий пример – стационарные пулеметы «Утесы» и гранатометы «АГС». Они предельно неэффективны. Нынешняя проблема с танкового оружия в том, что его позиции всегда заранее известны, и стрелок быстро обнаруживается. А в этом случае он просто не может резко прекратить огонь и занять укрытие. Персонаж на пару секунд зависает в раздражающей анимации, тем самым подставляясь под огонь противника. Напомним и о возможности установки фонаря на шлем. Не удивляйтесь, таковая и правда есть в игре. Сама механика хороша, но чтобы включить фонарь придется попотеть. Сперва снять его со шлема и повесить на оружие, а затем включить, снова снять и повесить обратно на шлем. То же самое и с выключением. Будь кнопка включения выведена отдельно, вся эта рутина была бы не нужна. Так же, как и с синхронизацией режимов, нескольких фонарей и ЛЦУ на оружие. Вдобавок стоит упомянуть некоторые желанные механики, о которых нам так или иначе уже известно. Падение оружия из рук в первом геймплейном трейлере. Убийство ножом с анимацией из того же трейлера. Впрочем, возможно это было добавлено лишь для зрелищности, как и реалистичный эффект взрыва гранаты и физика дверей. Минирование, перетаскивание трупов и тяжело раненых напарников. Со слов Battle State Games, мины будут добавлены в ближайшем будущем. Заглядывание в дверной проем в прицеливании и зачистка помещения гранатой, которое есть в меню открытия дверей, но сейчас не активно. Ходьба с опущенным оружием из ранних дневников разработки. И айдол анимации оттуда же. Закрытие дверей на ключ. И удар прикладом, параметр которого можно было найти в настройках игры. Если вы ждете еще какую-то механику, которую ранее показывали в трейлерах или на стримах, напишите об этом в комментариях. Неработающий функционал Кроме вышеперечисленных планов разработчиков на будущее развитие игры, прямо сейчас в Таркове имеется множество функциональных механик, которые спрятаны в коде игры и при должных нелегальных навыках даже работают. Однако играя в Тарков, вы их уж точно не встретите. Давайте же взглянем на эти механики, которые точно разнообразили бы игровой процесс. Все мы ждем появления в игре войсчата, но пока для коммуникаций приходится пользоваться заготовленными голосовыми командами. Операторы ЧВК вполне могут орать друг на друга в драке за рулон туалетной бумаги, но Дикие, увы, такой возможности не имеют. Мы нашли видео датамайнеров, в которых слышно уже давно готовые фразы Диких на все случаи жизни, но в игре их до сих пор нет. Это ограничивает функционал игроков Диких и возможность их взаимодействия друг с другом. Подскочите кто-нибудь, блять! Сюда! Сюда, юный мрот! Тот Трупенский, обшарить бы надо! Подствольные гранатометы Прямо сейчас в игре уже имеется два типа подствольных гранатометов, находящиеся на переносной платформе GL-40 и GP-34. К сожалению, сейчас ни один из них в рейде вы не встретите. Характеристики GL-40, а вернее его боеприпасов, были искусственно занижены в угоду соблюдения весьма условного баланса. И он оказался никому не нужным. А вот GP-34 в игре все же был. Встречался он в ранних версиях Альфы, но техническая реализация сильно хромала, из-за чего подствольник пришлось убрать на доработку, но за пять лет он так и не вернулся обратно в игру. Надеемся, что GP-34 вернется как можно скорее и при этом не станет таким же бесполезным, как и GL-40. Разнообразие анимаций взаимодействия с оружием поражало еще с первого дневника разработчиков. Тогда нам рассказывали о том, что разный уровень владения оружием будет влиять на анимацию и скорость перезарядки. Один из вариантов был особенно примечателен. Персонаж сначала доставал новый магазин, затем отмыкал старый и заменял его на новый, после чего убирал отомкнутый магазин в подсумок. Благодаря такой перезарядке с сохранением можно было бы набить всю разгрузку магазинами, не рискуя выбросить один из них ввиду нехватки мест, так как это происходит сейчас даже на полностью прокачанном оружии. Совсем недавно разработчики добавили осечку при стрельбе, однако в планах студии есть и другие вариации неполадок. Клины, задержки, ошибки подачи патрона и так далее. Эти механики позволили бы разнообразить ганплей в Таркове, наказывая игроков за необдуманный Rambo Rush продолжительную стрельбу зажимами с использованием нештатных магазинов повышенной емкости. Таким образом, износ оружия, который, кстати, давно обещают сделать визуальным, его неполадки подпортили бы многим жизнь, а качество патронов заставило бы задуматься, использовать отсыревшие бронебойные или совсем новые ПС. Инерция персонажа уже стала мемом. Тарков позиционирует себя как реалистичная игра с модулем симулятора боевых действий, и какие-никакие законы физики из реальности присутствовать в ней должны. Теоретически инерция персонажа должна была быть добавлена с самого начала разработки. И задатки этого момента реалистичности были ещё в Альфе. Однако позже она была полностью вырезана. Разговоры о возвращении всё ведутся, а мы уже как четыре года наблюдаем ничем не наказуемый стрейф влево-вправо в этом реалистичном шутере. Нереализованный функционал Огромное количество функционала из первых трейлеров и дневников разработки за пять лет развития игры так и не попало на суд игроков. Сейчас речь пойдёт о нескольких запланированных и очень ожидаемых механиках, которые в будущем, возможно, появятся в Таркове. Анимация взлома замка мультитулом и планы по вскрытию дверей топором или фомкой были озвучены ещё в ранних дневниках разработки. Функционал резко переменил бы опыт исследования локаций и ход позиционных сражений, например, в коридорах общежития на таможне, позволив игрокам обходить противника через запертые комнаты и нападать с неожиданных углов. К тому же планировалось расширение функционала тюнинга оружия при помощи мультитула, позволяющие устанавливать критические модули прямо в рейде. Планы по войсчату витают в воздухе ещё с самого анонса игры, но функционал всё никак не доберётся до Таркова. Про влияние войсчата на игровой процесс вы наверняка и сами всё знаете, как и о теоретических рисках его добавления для и без того хрупкой атмосферы игры, да и для стримеров. Однако стоит заметить, что среди всех функциональных механик это является, пожалуй, самой желанной игроками. Тарков игра про коммуникацию, а коммуницировать перед записанными голосовыми командами не очень уж удобно. Передача сути своей мысли чаще скатывается либо в «не стрелять», либо выкрики случайных матерных фраз. Стоит в этот список добавить также ставшую мемом систему преодоления препятствий. В условиях Таркова данная механика является критически необходимой. Она бы сделала персонажа подвижнее, а геймплей менее раздражающим, особенно при попытке сбежать с истощением или перегрузом. А ведь в период альфы в игре была инверсная кинематика, при развитии которой, возможно, механика перешагивания была бы и добавлена. Планы по добавлению кодовых электрических замков в игру, которым пришлось бы подавать питание и вводить коды вручную, были озвучены еще очень давно. Функционал и вправду интересный. Особенно он пригодился бы на лаборатории ввиду наличия огромного количества замков с кардридером и клавиатурой. Еще раньше была показана механика взаимодействия со светом в общежитии таможни и озвучены планы по обесточиванию целых локаций. Сейчас это работает лишь на развязке. Однако, велик шанс добавления этой фишки на все локации. Параметры биологического и радиационного поражения можно заметить в меню даже в пре-альфа-трейлерах EFT. Да и введение невидимых взору поражающих факторов в игру студия планирует уже давно. Работать это могло бы, к примеру, на крайне опасной всевозможными гадостями лаборатории, где в самом центре разлита зеленая жижа, а вокруг стоят характерные желтые бочки. Однако, даже если ходить по этим лужам, персонажу ничего не будет. Вспомним механику обесточивания локаций. Представьте, что вместе с этим на лаборатории отключились бы воздушные фильтры и некоторые зоны становились бы смертельно опасными персонажу без противогаза. Тогда вам пришлось бы немедленно покидать территорию. Либо, продираясь сквозь тьму мимо рейдеров и других игроков, включать резервное питание где-то на техническом этаже. Итог В этом видео мы затронули несколько самых раздражающих, по нашему мнению, проблем Escape from Tarkov, которые так или иначе сильно портят впечатление от игры. Сомнительное решение, досадное техническое состояние, неполноценная реализация или отсутствие некоторого важного функционала. Конечно, мы не упрекаем разработчиков в том, что они якобы вместо исправления вышеуказанных проблем добавили в игру несколько десятков субъективно бесполезных образцов оружия или бронежилетов. Мы понимаем, что конкретно этим занимается команда 3D-моделлеров, текстурщиков и тому подобных людей, которые не имеют отношения к программированию и введению новых механик. Этим видео мы хотим показать вам, что важно оставаться объективными и не скатываться в необоснованную злобу и ненависть. Однако в то же время нужно замечать проблемы игры и говорить о них вслух. В этом и кроется суть бета-теста, на который сейчас лишь принято списывать все недостатки игры, вместо того, чтобы помочь студии в исправлении косяков. И наш ролик как раз указывает на такие проблемы. Огромное спасибо зрителям «Итальянская сосиска», «King Flynn», «Pain Devil», «Rader» и «Alexander» за донат. И YouTube-спонсором «Demolition Coff», «Dante», «Avedominus Knox» и «Earl Grey».